Добрый вечер, дорогие друзья! Спасибо большое, что вы пришли к нам в этот день, который вот сейчас должно было быть гроза, гром и конец света, но при этом мы все собрались все равно. У нас каждый четверг проходит лекционная программа, где наши партнеры, партнеры Московского музея дизайна и Новой Третьяковки, которые давали экспонаты на выставку «История российского дизайна», рассказывают о своих коллекциях и рассказывают о дизайне, который они делают, если это дизайн-компания. И лекционная программа, разумеется, она связана с выставкой «История российского дизайна», и весь этот проект, и наши дискуссионные клубы, и лекционные программы, и сама выставка не могли бы состояться без поддержки президентского фонда культурных инициатив. Сегодня у нас наши дорогие партнеры из Российского государственного университета имени Косыгина. Я все время то академию называю, то институтом, то университетом. И, чтобы правильно сказать, должность. Надежда Филиппова, главный хранитель художественного музея текстиля и костюма, расскажет об уникальной коллекции, часть которой вы можете увидеть у нас на выставке. Это агитационный текстиль. Я просто как человек, который многие годы коллекционирует дизайн и предметы дизайна, хочу сказать, что, конечно, агитационного текстиля в наше время осталось очень мало. Его можно увидеть только в музеях. И мало-мало у кого редко в коллекциях есть агитационный текстиль. И, конечно, это такое было яркое событие в нашей истории. Хорошо, что музей его сохранили. Эти небольшие отрезы ткани. Надежда, я передаю вам слово. Спасибо большое, что приняли участие в нашей программе. Спасибо, Александр, за приглашение. Надеюсь, меня слышно хорошо. Итак, наверное, начнем. Русская революция орнамента. Агит текстиль из собрания Иргума Никасыкина. Наверное, сначала несколько общих слов. О том, что в истории отечественной текстильной промышленности агит текстиль, произведенный в начале 20-х, начале 30-х годов, занимает очень важное место. Иргум Касыгин обладает интересной коллекцией образцов тканей этого периода. На основе этой коллекции я и буду вести свой рассказ с картинками, ну и с парой лирических отступлений. Вот. Сперва небольшая, но, мне кажется, важная информация о нашем ВУЗе, чтобы понять историю формирования коллекции. Так. Значит, сейчас это называется Российский государственный университет имени Касыгина. Университетом он стал в 2012 году. В него входят несколько институтов и академий, в том числе бывший Московский текстильный институт. Московский текстильный институт у нас образовался в 1920 году. И на основе Московского предельно-ткацкого училища был создан институт. И в 1930 году после расформирования в Хутеина, Высшего художественно-технического института, его текстильный факультет и музей как раз перешли в Московский текстильный институт. Вот, собственно говоря, откуда наша коллекция. Вот, чтобы увидеть, насколько... Сейчас, секунду, убежала. Вернусь. В общепринятом значении агит-текстиль — это ткани с агитационными рисунками, производившиеся российскими фабриками в 20-е и начале 30-х годов. Чтобы увидеть, насколько революционными были изменения в декорировании тканей этого периода, я предлагаю сделать шаг назад и обратиться к рубежу 19-20 веков. Когда российская текстильная промышленность была на взлете, продукция фабрик отличалась высоким качеством, занимала высокие места и брала призы на международных выставках. Вот, и сейчас я вам покажу несколько образцов ткани модерна. Все они были произведены в Москве на фабрике товарищества Эмиля Цинделя путем механического нанесения печатного рисунка на хлопчатобумажное полотно. По назначению вы увидите, что это преимущественно интерьерные и мебельные ткани. Эти рисунки можно систематизировать по разным параметрам. Я выбрала несколько ярких стилевых отличий модерна, чтобы было красиво и интересно. Итак, десенаторы, художники по тканям, большое внимание уделяют линии. Далее линии рисуются плавными, извилистыми, довольно сложными. Все ткани тоже из нашей коллекции. Распространенным мотивом являются водные болотные растения. Очень интересно, что в орнаменте появляются стебли и корни, которые являются равноправными деталями наряду с бутонными цветами. И дают отличную возможность как раз изобразить эту извилистую линию. Часто появляются так называемые злые цветы. Очень выразительные и вполне соответствующие своему названию. Обратите внимание на острые углы и сочетание этих острых и плавных линий. И тут как раз видно на предыдущем слайде на этом, что фон может оставаться и довольно свободным, и в этом случае довольно плотно закрытым растительным орнаментом из фрагментов. Наряду с изображением очень мелких деталей, корешков и семян, вырабатываются ткани с очень крупным рапортом. Очень декоративные. Тут как раз на этом слайде видны даже неполные рапорты тканей. Они такие большие, полуметровые даже больше. Часто производятся ткани совсем не яркие, блеклых тонов, оттенков и болотных. И тут снова уделяется большое внимание и линии, и связь с водной средой. Вы заметили, что все эти орнаменты основаны на изображении природных мотивов, естественной жизнью. Может быть, гибельная, может быть, сонная, потому что активно изображаются маки, но, собственно говоря, не символы модерна. Тема нашей лекции. Нас интересует то, что пришло на смену. В октябре 1917 года произошла Октябрьская революция, и началось активное строительство советского общества. И вектор развития текстильного орнамента кардинально изменился. Искусствоведы, художники, даже политики публично высказывались по поводу направления нового прогрессивного искусства. Считали, что цветочный рисунок по сути своей является буржуазным, и его не нужно использовать. Считали, что текстильный орнамент должен стоять в авангарде прелитарского искусства и вдохновлять советского человека на великие свершения. После революции художники, вдохновленные идеей создания нового советского человека, свободного от мещанского быта, деревенских предрассудков, задумались, как же должен выглядеть новый человек. И считали, что новая ткань позволит трансформации в нового человека свершиться быстрее, и новые люди быстрее создадут социалистическое общество. Сначала возникла идея полного отказа от орнаментации тканей, но она не нашла поддержки. По той причине, что предметы быта могут быть средством политической пропаганды. Пусть на плакатах, тканях, посуде, появляются лозунги, призывы, образы социалистического будущего. Так советский человек поймет, к чему ему нужно стремиться. Осип Брик из Лефа считал, что классическая живопись, пережиток прошлого, и настоящие советские художники должны идти на производство. Тут я сейчас его процитирую. Художественная культура будущего создается на фабриках и заводах, а не на чердачных мастерских. В своей статье от картины Ксиц он писал, что производственное искусство – это передовой путь развития художественного творчества, истинная цель художников. Но, соответственно, изысканным растительным мотивом не нашлось места в новом мире. И текстиль не случайно был выбран площадкой для пропаганды, ведь он был одним из самых масштабных по распространению визуальных искусств того времени. Таким образом, отрезы тканей на платье, платки, занавеси и скатерти, по мысли теоретиков тех лет, должны стать идеологическим товаром. Очередная цитата. Плакат или открытка не могут равняться по степени своего распространения ни по длительности и непрерывности воздействия на психику человека с художественными элементами, заключенными в нашей мебели, платье и посуде. Это писал историк искусства Алексей Александрович Федоров Давыдов. Он потом преподавал в Московском текстильном институте. В программе молодого государства требовался новый художественный язык. Какой язык? В начале 1920-х годов уместными стали лаконичные символы конструктивизма. Художницы-авангардистки Любовь Попова и Варвара Степанова создали новое направление в орнаментации тканей, используя только геометрические формы, ясные ритмы и 3-4 цвета, преимущественно контрастных. На протяжении 1924 года они разрабатывали рисунки тканей для первой сиценобивной фабрики в Москве. Вот, кстати, это первая сиценобивная фабрика. Это бывшая фабрика товарищества Эмиля Цинделя, чьи прекрасные модерновые ткани я вам показала. К сожалению, в нашей коллекции нет ни эскизов, ни тканей, сделанных по эскизам Поповой и Степановой. Вообще из их 150 образцов были напечатаны 20. У нас нет ни одного, но есть типичные конструктивистские ткани с геометрическими формами, с четким ритмом. В то же время, когда все это проходило, организатор московской текстильной секции Ахра Лилия Райцер призывала к войне с цветами и созданию орнаментов-ребусов с использованием лозунгов и аббревиатур. Вы все прочитали, скрывает СССР в обоих рисунках. Очень, на мой взгляд, хорошо закомпонованы что с колоссиями, что в первом рисунке. Цветовая скупость, присущая конструктивизму. Вообще-то эта цветовая скупость еще и экономическими причинами, конечно, была обусловлена. Вообще текстиля очень не хватало в начале 20-х годов. Надо было производить много и желательно не очень дорого. Соответственно, новый текстильный рисунок стал активно внедряться студентами-практикантами после того, как крупнейшие московские фабрики сделали с базами производственного обучения в Хутемаса, в Хутеина. И утверждение пролетарского содержания текстильного рисунка стало принципиальной программой текстильной секции организации молодежи АХРА. После разформирования в Хутеина агитационные орнаменты продолжали исполняться на производственных практиках студентами Московского текстильного института, на которые был переведен текстильный факультет в Хутеина. Про что я уже сказала. Очень интересны судьбы некоторых художников, которые были связаны с историей агит-текстиля. И я хочу несколько слов сказать об Оскаре Грюне, который начинал свою профессиональную деятельность до революции на Прохоровской трехгорной мануфактуре и создавал вполне классические для того времени ткани. А после революции он стал одним из первых вводить атрибуты современности в текстильный рисунок. И он был не только практиком, но и педагогом текстильного факультета в Хуте-Масе и потом Московского текстильного института. Он вводил своих студентов на текстильное производство. Он просил их зарисовывать детали текстильных машин, шестеренки, веретены и прочее. И вы видите, как он использует тот самый язык конструктивизма, простую геометрическую базу и скопость цветов. И если тот кадр, который с завитками, это совершенно такая абстрактная история, то другой кадр с тремя изображениями. Это его знаменитые пионеры-пионерки и вполне себе прекрасно читаемые молотки, которые тоже очень геометричные, очень лаконичные. К середине 20-х годов идея конструктивистов потихонечку начинает себя изживать. И наблюдается уже отход от формального языка конструктивизма в сторону усложнения композиции, перехода от абстракции к более конкретным деталям изображения, к большей деталировке. Мне кажется, вот эта многофигурная композиция с демонстрацией, видимо, с какими-то пионерами, очень это хорошо показывает. Хотя и вот, получается для вас, в левом образце тут еще и серп, и молот в такой геометрии, в линиях и закрученных спиралях. Так, ну и так, страна развивается, начинается индустриализация, коллективизация. Людям надо объяснять, почему новое лучше старого. В искусстве воспеваются радость труда, техника, сельское хозяйство. В секстиле усиливаются индустриальные мотивы. На смены минималистичным и абстрактным орнаментам приходят орнаменты, созданные на основе реальных объектов. Вот следующее количество, некоторое количество слайдов я объединила по темам сюжетов. Сразу скажу, что все они изготовлены в разных местах. Это Москва, Московская область, Ленинград, Ленинградская область, Владимирская, Ивановская область, город Иваново и Шуя. Потому что не все образцы подписаны. Потом покажу, откуда я их все взяла. И все ткани хлопчатобумажные и декорированы на способе механической печати. Итак, те самые механизмы, шестеренки в разных сочетаниях. Примерно тоже делали грюновские студенты. Зарисовывали, потом использовали это в качестве рисунка для ткани. Сельское хозяйство. Причем сельское хозяйство, может быть, и вот этот ситчик с мелкими тракторишками. Они очень-очень мелкие. И, в принципе, если вы будете смотреть много таких орнаментов, вы поймете, что это очень характерный для текстиля мотив. Либо клетки, либо гороха, либо полоски. То есть все эти геометризованные орнаменты укладываются, хорошо подходят для текстиля. То есть вполне себе рубашечный ситец. Разные профессии. Я их назвала труженики. Рыбаки покрупнее. А вот там мужичок толкает вагонетку. Видимо, с углем. И очень интересно, когда рассматриваешь эти ткани, не всегда можешь понять, что же там изображено. То есть бывает, условность, она может быть очень большой, а где-то вполне себе читаемая. Читаем сюжет и понятие на объект. Очень важная, конечно, тема электрификации. У нас коллеги из другого музея как раз работают над книжкой, связанной с электрификацией. Вот этот орнамент вполне похож на цветочки. Там издалека смотришь. Это вот та самая клетка. Очень тоже типичные для ткани. Я бы сказала, органичные для текстиля рисунки. Издалека воспринимаемые. А тема, конечно, очень важная. Электричество пошло по стране. Еще одна электрификация. Тут ткани, все хэбэшка, но вот эта линия электропередач, это очень-очень тонкий хлопок. А вот эта гидроэлектростанция, она на фланели. И насколько, ну вот может быть даже на картинке не так видно, но живьем они воспринимаются намного мягче. Все эти острые линии, то есть на материале они тоже по-разному играют. Так, дальше. Тоже важная тема транспорта, машиностроения, потому что строятся железные дороги. Сельскохозяйственной техники вообще очень много. Там трактора видели. Здесь вот тоже трактора. Одни из моих любимых, выстроенные из этих вот колес и кабин. Замечательно. И паровозы. Тоже узнаваемые. Так, развивается авиация, и самолеты, и дирижабли. Дальше что? Развивается флот. Тоже очень интересный. И по-разному исполнен этот мотив корабля. И корабли разные. И насколько расположение влияет на восприятие. То есть довольно спокойные вот эти вот мелкие корабли. И намного более динамичные по диагонали выстроенные вот эти вот корабли с красными флагами. Не обойдем вниманием армию буденовки и буденовцы. Ну, буденовку в смысле головной убор, а буденовцы, красноармейцы в буденовках, которые уже тут шагают. Вот, популяризировали спорт. Разные виды спорта есть. И тут вот на самокате, да, очень современная история. И игра в теннис. Ну, вот, когда мы говорим, да, про становление советского общества, да, электрификация и ликвидация безграмотности. Это было тоже важно. И это тоже нашло отражение в текстиле. Несколько есть тканей на тему ликбеза. Вот тут вот учится и он, и она. Но художники занимались не только взрослыми людьми, которые должны трудиться, там, быть в армии, заниматься спортом, но и делали что-то для детей. И вот эти вот куклы, да, это, по крайней мере, история про куклы, она еще была до революции, да, только тут формы совсем другие. И совершенно типичная советская, вот эти вот пионерская материя с горными барабанами. Как вы видите, все идет довольно энергично и задорно. Но тут вот ивановский художник Владимир Маслов создает рисунок ситца со сценами сельского хозяйства. Сейчас вот его. Это единственная ткань не из нашей коллекции. У нас вот такого Маслова нет. Но показать, считаю, нужным, потому что это очень важная веха. Он создает свой ситец с темой индустриализации деревни. И насколько здесь пышные вот эти вот обрамления из цветов, плодов и ягод. И вот эти, ой, извините. И вот медальоны внутри них. Уже целая сюжетная картина. Уже объем он передает и перспективу, и светотень у него появляется. Это вот 1925 год. И, конечно, сложно представить, как из такой ткани можно что-то сшить, чтобы потом это носить. То есть это, конечно, намного ближе к плакату. Так, сейчас я куда-то ускакала. Вот. И примерно в то же время продолжают создаваться еще более условные ткани. и как это, с уже более конкретным изображением. То есть развитие идет в разных направлениях. Вот этот вот живописный. Ну, все-таки вот после появления этой масловской ткани начинают активно развиваться, причем не в Москве, где все-таки сильно было влияние конструктивистов, а в провинции, вот в регионе Ивановских манфактур, фабрик. И начинают появляться такие ткани с рапортами-картинами, где появляется уже много героев, многофигурные композиции. Сельское потребительское общество – это тоже уже почти плакат, где и подписано, что это. Мы видим очень многофигурная композиция, тоже с перспективой, светотенью. И тоже эта ткань, которую практически применить для одежды, мне видится с трудом как. Так, сейчас. И продолжает развиваться живописный текстиль. Есть у нас вот такие замечательные ткани. В общем, сложно представить, куда бы зашли эти творческие поиски подобной живописности в текстильном рисунке. Но вот в 30-х годах агитекстиль начинает подвергать жесткой критике. В 1931 году уже упоминавшийся искусствовед Федоров Давыдов пишет резко, что художники не пошли никуда дальше простой заменой розы трактором. И через пару лет после этого в газете «Правда» появился Фильдетон. Я думаю, вы знаете название спереди, трактор, сзади комбайн. Вот он высмеивал агитекстиль и высказывал мнение, строго противоположная идея Моссипа Брико. Сейчас цитирую. «Всему свое место. Картина пусть висит в картинной галерее. Пусть плакат мобилизует на решение актуальных хозяйственных задач. Пусть лекция рассказывает о великих достижениях советской страны, а платье и костюм пусть остаются платьем и костюмом. И нет никакой надобности превращать советского человека в передвижную картинную галерею». Агитекстиль прекратил свое существование в 1933-1934 годах, после известного постановления ЦК ВКПБ о перестройке литературно-художественных организаций, в котором были подвергнуты критике многие формы художественной практики и прикрыты различные творческие объединения, в том числе и АХР. Несмотря на свои художественные достоинства, массовые агитационные ткани перестали быть необходимыми в период завершения построения основ капитализма. Основы построили, народу все показали, как жить хорошо, как надо трудиться. Появился запрос на рисунки с преобладанием растительных и народных мотивов. Можно сказать, что искренний порыв творческой молодежи завершился директивным закрытием одного из самых ярких явлений в отечественном прикладном искусстве. Теперь агитационные ткани заслуженно являются предметом изучения коллекционирования, а также служат питательной почвой для идей современных дизайнеров. И совсем не случайно ткани из собрания РГУ Косыгина вошли в экспозицию выставки Московского музея дизайна. Я благодарю вас за внимание. Мне кажется, я протарахтела очень быстро. Если есть какие-то вопросы, могу немножко рассказать про книжку. Мы пока сидели в пандемию и на основе нашей коллекции сделали для студентов, потому что у нас же, в том числе текстильные институты, делали такую книжку «Русская революция орнамента». Почти все иллюстрации у меня взяты из нее. Вот она такая у нас с переворотом. Что? Слушайте, вы, я думаю, можете купить ее, если в издательстве «Северный паломник» нам ее печатали, если к ним обратиться. Вот я могу только показать картинки. Спасибо вам огромное за внимание. Это исключительно наше явление внутри нашей страны, потому что за пределами нашей страны из модерна прекрасно вырос ар-деко, и там развитие шло в другую сторону. У людей не было ничего. Им нужны были, можно я скажу, тряпки, из которых можно что-то шить. То есть носить, правда, было мало. Я думаю, что про занавески скатерти это было уже не предмет самой первой необходимости. А так, да, все, которые с мелким рисуночком, с этими тракторишками разных видов, это все такие плательные, рубашечные ткани. Есть у нас некоторое количество фрагментов с каймой, выполненной тоже с агитационными сценами для платков. Ну, для женских деревенских платков. Эти куклы были для детской одежды. Ткани разрабатывались. Они смотрятся очень современно. Смотрите, была выставка. Ткани Москвы, музей Москвы. Они взяли несколько образцов текстиля и сделали вот это наши дирижабли. Круто. И студенты у нас на разных факультетах пользуются фондами коллекции. И, например, что касается графического дизайна, вообще дизайна, они берут и какие-то такие сюжеты делают их динамичными. То есть дирижабли начинают лететь, корабли начинают пускать пары, двигаться по волнам, рыбаки вытягивать. Вот. Ну, да. Приходят. И мы хотим в следующем году, получается, в следующем учебном году запустить проект, связанный с авангардом, чтобы студенты выбирали себе темы дипломных работ, как раз связанные с нашей коллекцией. Потому что очень интересно и очень современно. Вы тут, мне кажется, абсолютно правы. Я знаю, что ваш музей сейчас на реконструкции. Когда можно будет прийти, посмотреть? И как это возможно сделать? Саша. Как исследователи подобные, которые хотят посмотреть? Ну, вот как музей, куда, например, даже как к вам на выставку, к нам так прийти нельзя. Но если есть какая-то исследовательская тема, всегда можно позвонить, написать письмо, и мы тогда поработаем вот в таком, я бы сказала, в индивидуальном порядке. А вам какие-либо глинировые и какие-либо глинировые обращались с созданием вредных массажах? Пока нет. Пока нет. Ну, вот, например, Шуя, Шуя из Кисицы, они так довольно неплохо сейчас держатся на плаву, но у них остались свои книги образцов, и что-то они могут брать там. И в конце концов у них там музей Ивановского Ситца намного ближе, чем мы. А в Москве кто сейчас производит текстиль? Пока никто не обращался. А после закрытия вернулись к цветам, как раз стали заниматься разработкой народных промыслов, там, кжель, жестовый и прочее, а потом война. То есть вот этот период, когда там немножко этих цветочных орнаментов было, народ захотел попроще уже, всем агитации хватило. У нас, к сожалению, нет тканей из республик. У нас есть несколько образцов типа турксиба, и есть несколько тканей, где тоже есть мотивы, там хлопка, верблюдов, и где фон заполнен вот такими вот переходами а-ля Адрас. Ну, это вот Носицы, это вот такой агитационный, но это все, что делалось в Москве, ну, вот, по крайней мере, вот, про что я говорю. В республиках, вот, не уверена, вот те регионы, которые есть в нашей коллекции, я их назвала, это Москва, Ленинград, Иваново, Владимир. Не знаю, мне кажется, в республиках тогда и школы не было, вот, то есть, вот как-то так, чтобы сильно развивались такие конструктивистские идеи, потому что это все-таки в Хутеин, ну, в Хутемас-Хутеин активно на это повлияли. А есть ли какие-то документы связаны с находкой с камерой, или просто с вами с камерой? К сожалению, из-за того, что институт, ну, вот, был расформирован в Хутеин, МТИ потом стал частью РГУ, с архивами у нас очень плохо. С архивами очень плохо. Пожалуйста. А скажите, пожалуйста, у кого права на эти ресурсы? Вы не знали? То есть, ну, кого-то понимают, что художники, то уже как-то паблики закрывались, открывались. Если сейчас, например, захочешь переосмотреть рисунки, или хотела восстановить производство, это можно обращаться в музей? Ой, Алекс, да. Да, что-то я затрудняюсь сказать. Не могу сказать. Ну, вот, из тех, с кем мы взаимодействовали там по разным выставкам, говорят, что там, например, музей Ивановской сети, с ними очень тяжело работать, они не очень хотят давать свои вещи. Мы вот во всех выставках, которые прошли в прошлом году, да, получается, связанные с футамасом, футэм, во всех поучаствовали. Сейчас в истории российского дизайна это у нас уже скоро будет третья реэкспозиция. То есть очередной раз мы дадим новые ткани на эту выставку. В галерее на Ашабловке вчера открылся проект, связанный с Элилисицким. Там тоже полтора десятка тканей конструктивизма из нашей коллекции. И там как раз проект, связанный со студенческими работами, с переосмыслением этого наследия. Ну, может быть, и используется. Но у нас, я говорю, вот поблизости у нас сейчас нет производств. Вот шуя еще жива, а в Москве. Вспомните, чем закончилась выставка ткани Москвы. Собственно говоря, ну, то есть вся эта история, линия развития, история производства текстиля в Москве, она там закончилась грустно. Вот, то есть они… Сейчас здесь у нас не производится… Шуя производится, шуя жива. А кто еще жива? Как это? Пока долетало дыхание, только шуя. Ну, просто приезжали к нам пообщаться оттуда с фабрики. Люди. Это было суперсовременно, суперактуально и очень остро, да. Очень важно. Ну, мне кажется, что если сейчас уже в живописи вводят QR-коды, да, что там может быть еще такое прям остросовременного, то, наверное, и в текстиле. Спасибо. Благодарю за внимание. Надежда, спасибо огромное за лекцию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok